Плати сейчас, возвращай потом. Белорусы могут открыть страхование дополнительной накопительной пенсии. Новая для Республики Беларусь программа. Где и как это можно сделать? Смертельные ДТП. Стали известны подробности трагедии в Костюковичах. Ему был хорошо известен маршрут движения и все опасности по пути следования. Наплевательское вождение или невнимательность? Ценный лот. Одно из сооружений Бобруйской крепости продают за 40 рублей. Важно сохранить то, что уже есть на сегодняшний день. В чем нюанс? А также временное лицензирование, непрерывная работа и длинная очередь. Польша не пропускает фуры и с синеокой. Кто тормозит процесс? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Конструктивный диалог. Александр Лукашенко встретился с первой леди Зимбабве. В состав делегации из дружественной страны вошли представительницы женской общественной организации, амбассадоры различных сфер деятельности, в том числе горнодобывающая, сельскохозяйственная, банковский сектор, информационное и туристическое направления. Президент отметил важность и значимость той миссии, которую взяла на себя первая леди Зимбабве. Развитие системы здравоохранения и детского питания в стране. Глава государства подчеркнул, Беларусь делает все необходимое, совместные планы очень обширные. Вы наши отношения к вам и к вашей стране, к вашему президенту хорошо знаете. Готовы оказать вам всяческую поддержку и услуги во время нахождения вас в Беларуси и не только во время нахождения в Беларуси. Вы знаете, что мы ждем визит президента Зимбабве в Беларусь. Мы окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии, в реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины, они более внимательны и посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эмерсону, моему давнему другу, самые добрые пожелания и нашу решимость реализовать наши договоренности непосредственно за страны африканского континента. У нас будет отвечать новый министр иностранных дел. Он абсолютно в теме. Думаю, в ближайшее время он сможет побывать у вас и, если будет необходимость, откорректировать наши планы и те задачи, которые мы будем решать в ближайшее время. К слову, для Беларуси 10 июля особая дата. Институту президентства 30. Именно в этот день, в 1994-м, Александр Лукашенко одержал победу во втором туре выборов, набрав 80% голосов. Сегодня государство – это про космос, атомные технологии и современные производства. А безопасность и спокойствие народа стали визитной карточкой. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя – один из лидирующих показателей в СНГ. Велосипедист под колесами. Стали известны подробности смертельного ДТП с участием подростка. Трагедия произошла в Костюковичах. Днем 2 мая на нерегулируемом перекрестке 59-летний водитель грузовой цистерны совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок скончался на месте. По результатам автотехнической экспертизы установлено наличие неисправности тормозной системы велосипеда. Неисправность образовалась до происшествия и могла быть обнаружена при осмотре велосипеда. Неисправности рабочей тормозной системы рулевого управления и ходовой части автомобиля МАЗ не выявлено. Следователи установили, водитель имел возможность заметить в зеркала своего авто двух велосипедистов, которые двигались попутно по тротуару друг за другом. Несмотря на это, мужчина сознательно не убедился в безопасности маневра. Установлено, что мужчина направлялся к месту работы, где планировал вымыть автомобиль и оборудование после выполненных работ. Ему был хорошо известен маршрут движения и все опасности по пути следования. При изучении личности обвиняемого установлено, что он ранее не судим. На работе характеризуется положительно. Проблем с законом не имел. По результатам расследования, действия мужчины квалифицированы как деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения. Теперь фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Дополнительная проверка, работа на результат и жаркие дни. В Беларусь вернулась тропическая погода. Как обезопасить себя и близких? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Уборочная 2024 не сбавляет оборотов. Аграрии республики трудятся 24 часа на 7. Работа кипит. Убрано свыше 204 тысяч гектаров с ранними зерновыми и зернобобовыми. Без малого 700 тысяч тонн нового урожая уже в закромах. Перед бойцами продовольственного фронта стоит серьезная задача. Обеспечить прирост сельхозпроизводства не менее чем на 6-7% к уровню прошлого года. Приступили в хозяйствах и к уборке льна долгунца. Вытереблено более 6 тысяч гектаров. Это почти 14% площадей, отведенных под культуру. В Беларуси вводится временное лицензирование на ввоз отдельных видов товаров из древесины, среди которых мебель, оконные рамы, а также изделия из картона. Согласно документу, импортировать продукцию по разовым лицензиям можно из стран-членов ЕАЭС. Ограничения не затрагивают товары, если их происхождение подтверждено сертификатом, а также те цены, которых не выше 200 евро. Аттракционы столицы дополнительно проверят после ЧП в парке челюскинцев. В прошлую субботу с высоты 4 метров упали качели. Пострадало 12 человек. К счастью, травмы оказались легкими. Троих доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой. Первичная проверка показала, у карусели был частично разрушен сварной шов, из-за чего была нарушена стойкость. Польша не пропускает фуры из Беларуси. Очередь в Козловичах выросла до 600 больших грузов. В направлении республики транспортные средства пока осуществляют движение, однако значительно медленнее обычного. В Государственном таможенном комитете просят учитывать информацию при планировании маршрута следования через границу. Всего около 2000 фур ожидают въезда в ЕАЭС перед всеми сопредельными пунктами пропуска. В Беларусь вернулась тропическая погода. Медики призывают пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор, по возможности находиться в тени. В МЧС порекомендовали исключить обращение с открытым огнем. Синоптики отмечают, жара задержится в республике на пару недель, осадков ожидается немного. Приобрести не желаете? Редюид Бобруйской крепости продают за одну базовую. Капитальное строение представляет собой двухэтажное здание площадью почти 546 квадратных метров с фрагментом кирпичной платпорной стены вала. Начальная цена – 40 рублей. Обязательное условие – выполнение ремонтно-реставрационных работ в течение трех лет с момента приобретения. При желании можно обратиться в отдел культуры Бобруйского горисполкома. Там ответят на все интересующие вопросы. На сегодняшний день в крепости существует 48 уцелевших объектов. Это оборонительные сооружения, складские помещения, жилые казармы или офицерские дома. Конечно, важно сохранить то, что уже есть на сегодняшний день, чтобы это не исчезло, потому что это такой, конечно, уникальный памятник. К слову, жители города могут внести свой вклад в сохранение историко-культурного объекта с помощью QR-кода. Его можно найти на официальном городском портале «Боберлайф». С целью сбора средств для проведения работ по консервации, реставрации сооружений и создания музейного комплекса «Бобруйская крепость» открыт благотворительный счет в ОАО «АСБ Беларусьбанк». Обеспечить старость. У беларусов появилась уникальная возможность гарантировать себе бонусные выплаты в преклонном возрасте. Для этого необходимо заключить договор на страхование дополнительной накопительной пенсии. Наша съемочная группа выяснила все детали. Сегодня в нашей стране государство гарантирует гражданам выплату трудовой и социальной пенсии. Для получения первой нужно достигнуть определенного возраста и стажа. Однако по указу президента от 27 сентября 2021 организована программа по страхованию дополнительных накопительных пособий. Заключение договоров проводит страховая компания «Стравита». Новая для Республики Беларусь программа пенсионных накоплений совместно с финансированием пенсионных накоплений через государство. Данная программа на сегодняшний день очень актуальна среди наших граждан. Все большее количество граждан пытаются вступить в эту программу, хотя вступить. Некоторые, к сожалению, уже опаздывают, потому что в программу могут вступить только те граждане, которым до достижения пенсионного возраста осталось не менее трех лет. В системе принимает участие четыре стороны – гражданин, работодатель, фонд социальной защиты населения и «Стравита». При оформлении документов клиент сам определяет процент от зарплаты, который будет переходить в счет накопительной пенсии. В свою очередь работодатель также отчисляет от одного до трех пунктов в страховую. Вместе с тем взносы двух сторон в ССЗН продолжают вноситься на прежнем уровне. Указом предусмотрено, что все денежные средства будут выплачиваться равными долями либо в течение пяти, либо в течение десяти лет. Вот этот срок выбирает сам гражданин при заключении договора о страховании. Единовременная выплата предусмотрена только в двух случаях. Это установление инвалидности первой либо второй группы в течение срока действия договора, либо уход из жизни, тогда наследникам «Стравита» также будет выплачивать единовременные выплаты. Предложение белорусам интересно уже сегодня. На 1 июня накопительные пенсии открыли свыше 20 тысяч человек. Статистика уверяет, к программе чаще присоединяются женщины. Около 70% от всего количества. Сроки выплат предпочитают нерастянутые – от 6 до 10 лет. С течением времени желающих становится все больше и больше. Я думаю, что данный вид страхования дает возможность потом, в будущем, какой-то дополнительной стабильности, гарантии и самодостаточности. Это человек, который любит быть независимым. Поэтому надеюсь, что в то время, когда настанет время свободы от работы, это будет возможность для того, чтобы путешествовать, для новых каких-то возможностей, открытий, событий. Возможность позаботиться о будущем есть уже сегодня. Перечисляя небольшой процент заработка, можно обеспечить дополнительные гарантии счастливого отдыха на пенсии. К тому же суммы и сроки клиент может определить сам. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Секунда решает все. Солнце вышло на орбиту, люди зашли в воду. Из-за участившихся случаев гибели на воде правоохранители прошлись по городским пляжам с профилактической целью. С начала года в Беларуси утонуло свыше 160 человек. Из них 14 – дети. В Бобруйске – трое жителей. Двое взрослых и один несовершеннолетний. На протяжении летнего сезона вблизи мест массового отдыха постоянно работают правоохранители. Главная цель – сохранение жизни. Особое внимание стихийным пляжам. С начала текущего года на территории города Бобруйска было выявлено 19 административных правонарушений в местах массового отдыха граждан. Два из них было совершено несовершеннолетними. Уважаемые родители контролируют своих детей, то, где они проводят время. Очень часто несовершеннолетние посещают места массового отдыха в тайне от родителей. Родители об этом узнают от правоохранительных органов. Правоохранители напоминают – плавание в необорудованных местах, распитие алкоголя, нарушение правил купания, прыжки с лодок, катеров, а также оставление малолетних без присмотра – строго запрещено. Мест для массового отдыха в городе – три. Центральный городской пляж номер один, второй в микрорайоне номер шесть, озеро Санатория Шинник, а также одно оборудованное место в Бобруйском районе. Сразу после нас сирена – мой коллега Роман Костяков со взором страшных новостей из жизни города. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин